Приветствую вас, Алина. Смотрите, какая штука. С одной стороны, есть несколько моментов, на которые я хочу обратить ваше внимание. С одной стороны, ваше чувство и ваше состояние можно понять. Это бром. То, что вы испытали, то, что вы пережили, это бром. Одно из травм. То есть травма – это разрыв привычных причинно-следственных связей, воспринятия реальности. Соответственно, это нужно корректировать и с травмой нужно работать. Проживать её хотя бы. Дальше. Влюбились вы в человека, по вашим словам, недостойного и прочее? Не сказать, что по случайному. То есть, у вас возникли чувства к человеку, ну, вполне закономерно. И, вполне закономерно, человек, этот, является тем, кто он есть. То есть, вполне закономерно, что этот человек, ну, вот, такой вот, не самый, мягко говоря, лучший. То есть, я имею в виду, что есть конкретные, с вашей стороны, субъективные факторы, которые определяют эту историю, связанную с тем, что вы вот этого человека влюбитесь. Нужно разобрать, что это за чувства у вас к человеку. То есть, что из себя представляет ваше чувство к человеку. И так далее. Что вы чувствуете? И так далее. Это важно. Это важный момент. Следующее. Боль. Боль. Понимаете? А, болезненность, вообще, вообще говоря, не связана с любовью, как таковой. Боль. Человек любит. И если. Ему бывает, конечно, грустно. Безусловно. Грусть, это, ну, в какой-то степени, наверное, норма. Вот. Но боль, особенно вот так, как вам, когда любовь причиняет сильные страдания, и вплоть до того, что вы говорите, хочу убить себе любовь. Это уже не совсем любовь. Точнее, это совершенно определённая любовь. Не любовь. Не любовь. Что-то это уже немножко другое. Что это? Это, скорее всего, потребность. Что-то потребность ваша в конкретном мужчине. Вы нуждают, ну, вы нуждают в конкретном мужчине, в конкретном человеке. И вопрос, который вам нужно себе задать, такой, такой. Звучит он так. В чём я нуждаюсь в контексте этого мужчины. Чего я хочу в контексте этого мужчины. И с чем связана моя, собственно говоря, боль. То есть, вот я чувствую болезнь иногда, да? Чувствую болезнь, чувствую боль. Вот с чем она это будет связано. Это важно. Это важно для вас. Это важно для лучшего понимания себя. Для лучшего понимания своих переживаний. Только вот к любви, повторюсь, к любви, отношения это никакого не имеет. Здесь вы не про любовь говорите. Здесь вы говорите про что-то другое. Ну, вообще про что-то другое, только не про любовь. Здесь вы говорите про свою независимость, про свою потребность. Про свою независимость, скорее всего всего. Особенно, если вы понимаете, что человек вот, ну, не ценит вас и так далее. Следующий момент. Это ваше отношение к самой себе. То, что так или иначе происходит сейчас у вас в отношениях со человеком, не могло произойти бы без вашего отношения к самой себе. Так, как вы относитесь сами к себе, так и так же, скорее всего, к вам будет относиться и другой человек. И если другой человек, как вы говорите, вас не ценит, то, скорее всего, вы сами не цените себя, не любите себя, не уважаете себя, ну и так далее. Оттого и появляется нуждаемость в конкретном мужчине. Оттого и появляется нуждаемость в конкретном человеке. Именно причем в конкретном, в котором хочется что-то закрыть, в котором хочется что-то получить. И вот это очень важно. То, что вам хочется с этим человеком. То, что вас тянет к нему. И с этим чувством нужно разобраться, что это за чувство. Сейчас вы связываете его с любовью. Но вас задевает то, что произошло. Вас задевает то, что вы заставили его, там, ну, грубо говоря, с другой. А если вот постараться, например, допустим, подумать, как вас это задевает, чем вас это задевает, что именно болит, например. Вот что такое боль? Боль это, по сути, столкновение человека с новым опытом. Вот что такое боль. То есть больно всегда, когда имеет место быть опыт, новый опыт, непривычный опыт, который человек пытается игнорировать. Собственно, вам больно, потому что вы пытаетесь удержать себя в привычном опыте. Вы пытаетесь удержать себя в том, как вы привыкли. И это, конечно, достаточно, я бы сказал, безперспективная позиция. Потому что, как вы, наверное, понимаете, вам придется так или иначе опыт свой принять. Так что без этого вы не сможете стать счастливыми. Ух. Дальше. Собственно, то, о чем вы спрашиваете, это говорить, что вы счастливы самой собой. Чтобы быть счастливым самой собой, нужно, наверное, принимать саму себя. А вы, скорее всего, как раз таки сами себя не принимаете. Либо у вас есть с этим серьезные проблемы с тем, что принесли. И в вашем, вероятно, текущем состоянии вам собой, ну, хорошо быть не может. Потому что есть некое отрицание себя. Есть некое отрицание, может быть, своей ценности, может быть, своей полноценности. Без конкретных, ну, без конкретного человека, без конкретного, ну, мужчины, без конкретных каких-то условий, которые должны быть соблюдены, чтобы вы чувствовали себя хорошо. Вот. Ну, последнее, наверное, что хотел бы сказать, это то, что любовь, в первую очередь, есть принятие. Любовь, любовь, это принятие. Вы же, своего, своего мужчина, ну, вот, кого вы любите, вы их, называй, не принимаете полностью. Называй, его достаточно, ну, скажем так, нелицеприятно. Вот. И опи говорит о том, что вы его не могли сказать, что вы любите. Нельзя любить человека, он не принимает его, а вы его не принимаете полностью. Так что, разобраться от своих чувств, вы хотите от одного от другого, вот. Решить свои, свои, внутренние проблемы, лично, личностные проблемы, психологические. Разрешить внутренние конфликты, это то есть вам нужно сделать. Так тогда и изрельная часть боли пройдет. Грусть, конечно, останется, но это уже будет не боль, не боль. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова